Что касается биткоина, хотелось посвятить, ну не выпуск ему, но поговорить вообще о происходящем в нем, вот выражение волатильность криптовалюты, почему оно примерно таким же смыслом наделено, как выражение волатильность метра или волатильность литра, потому что это просто мера, мера ценности, математическая мера ценности, которую мы предлагаем, наверное, что вы ей пользовались. Разумеется, переход там, когда я об этом рассказываю, мне говорят, ну вы же считаете биткоин в долларах, да, либо вы считаете криптовалюту в долларах, значит, вот сами утверждаете таким образом, что примат доллара перед биткоином, примат доллара перед криптовалютой, вот это вот полная ерунда. Да, разумеется, когда вы переходите там с аршина на метр, да, вы объясняете, сколько аршинов в метре, потому что, ну вот люди привыкли в аршинах мерить, вам нужно объяснить, и вы объясняете, объясняете. Аршин в это время вот так вот просто растягивается, стягивается, потому что непонятно, что это такое, непонятно, что такое доллар, да, вот доллар, он же ни к чему не прикреплен вообще, ну то есть предположительно, это билеты Федерального резерва США, да, и предположительно, они каким-то образом связаны с американской экономикой, Но по факту это уже давно превратились в такие волшебные бумажки. Вот есть такое выражение, что биткоин – это такие волшебные интернет-деньги. Но ничего волшебного в биткоине нет, это как раз просто мера ценности, которую вам предложил Сатоши Накамото, и на которую мы, надеюсь, в относительно ближайшем будущем все-таки перейдем. Да, вот что такое доллар, действительно, понять совершенно невозможно. Некоторая такая бумажка, которая печатает в неограниченном количестве Федеральный резерв, в 2008 году 3 триллиона допечатали, сейчас Байден 1,8 триллионов допечатает. То есть, да, вот мера, мера, ваша мера ценности, вот она вот таким вот образом сжимается наоборот, потому что долларов становится все больше и больше, происходит инфляция. Вот биткоин этому не подвержен. Разумеется, мы вынуждены сегодня, чтобы объяснить людям ценность биткоина, объяснять ее в долларах, но та флуктуация, которая происходит конкретно в курсе биткоина, волатильность, то, что называется волатильность, это настолько же бессмысленно, насколько вот выражение волатильность метра и волатильность бухгалтерской книги, потому что блокчейн биткоин – это буквально бухгалтерская книга, потому что самого биткоина, разумеется, не существует. Это просто запись в блокчейне, запись в бухгалтерской книге, которой вы пользуетесь. Я надеюсь об этом снять подробный ролик, чтобы немножко объяснить это с точки зрения экономики, а не с точки зрения математики, потому что даже люди, которые подходят к обсуждению биткоина с точки зрения понимания, что такое блокчейн, не всегда понимают, что такое экономика. Люди, которые подходят к биткоину с точки зрения экономики, не всегда понимают его техническую часть, и в итоге получается и в том, и в другом случае немножко такая полуправда. Что касается классического вопроса, как с помощью криптовалюты закрепить ценности, если сейчас она действительно, если флуктуация сейчас достаточно сильная, что вы можете сделать транзакцию, кому-то, значит, выписать транзакцию в блокчейне биткоина, и ценность, которая дойдет до получателя, будет отличаться от той ценности, которую вы отправили, то это разрешается с помощью смарт-контрактов. При случае перехода экономики на блокчейн, в случае перехода на учет с помощью блокчейна, привязывание ценности может быть, ценность будет привязываться не к конкретной там бухгалтерской книге, не конкретному биткоину, не конкретному эфиру, а к экономике в целом, и таким образом вы можете гарантировать, что какой бы курс там, курс в кавычках, да, это очень важно, в кавычках, биткоина не состоял, ценность вы передадите всегда ту, которую вы хотели передать, которая вам позволяет передать рынок. Но это, конечно, еще в некотором будущем, потому что экономика на смарт-контракты еще не перешла, но это что-то, что блокчейн позволяет сделать, что-то, что делает криптовалюту необычайно выгодной и интересной с точки зрения экономики, это инфраструктура, которая строится сегодня на наших глазах. А роль биткоина во всей этой системе, она на самом деле чрезвычайно интересная, потому что она уникальная. То есть сейчас биткоин действительно, это нигде не закреплено, но это действительно является такой мерой капитализации рынка криптовалюты в целом, потому что для многих, для большинства денег это точка входа в криптосферу, то, что я хотел бы назвать именно криптосферой, да, не криптовалют. Это выражение криптовалют вообще довольно бессмысленное, потому что то, что мы называем сегодня криптовалютами, прошу прощения, это на самом деле разные финансовые активы, которые преследуют разные ценности, и далеко не все они являются, собственно, валютой. Некоторые из них являются разновидностью акций, это то, что мы наблюдали во время ICO, а это все финансовые инструменты. Но сегодня биткоин действительно выполняет такую точку входа, и поэтому его капитализация примерно отражает капитализацию всей криптосферы. Но постепенно, постепенно, по мере того, как новые финансовые инструменты, которые стали возможны благодаря смарт-контрактам, будут занимать, будут, все большая часть экономики будет переходить на обслуживание смарт-контрактами, вот это правильная формулировка, тем меньшую роль биткоин будет играть в капитализации криптосферы. Но это не значит, что он изменит, что он станет нерелевантен. В какой-то момент биткоин станет ровной противоположностью того, чем он является. Сегодня биткоин – это способ инвестирования в криптосферу. Через какое-то время после того, как криптосфера устаканится, биткоин станет средством ставки против рынка, в том числе криптосферы, против рынка вообще, способом хеджинга рисков и вывода средств из него, в случае, если вы считаете, что рынок ведет себя нерационально, в случае, если там появляются какие-то неразумные игроки. И вот этот вот переход, это довольно любопытно, то, что нельзя понять с технической точки зрения, то, что можно понять только с экономической точки зрения, он не будет обозначен ни в какой бумаге, он не будет нигде закреплен, буквально все останется как сейчас, но произойдет качественный скачок, и биткоин из места входа в криптосферу станет способом ее шортинга, способом вывода средств из экономики, в случае, если экономика ведет себя нерационально. Это довольно интересно, это вот такое будущее, которое нам готовит криптосфера, готовит биткоин, и вот те криптоактивы, которые существуют сегодня на рынке. Это та причина, почему выражение «волатильность биткоина» бессмысленна. Во-первых, потому что биткоин, да, мы в популярной речи, в том числе из-за, скажем так, в очередной раз разрушительной роли СМИ вокруг биткоина сложилось огромное количество мифов, и один из этих мифов, да, что биткоин – это такое средство эффективного платежа. Сейчас биткоин – это не средство эффективного платежа, но это средство эффективного сохранения ценностей, преувеличения ценностей, потому что доля криптосферы будет продолжать расти, а в случае, если вам необходимо передать ценность, эффективно передать ценность другому участнику рыночных отношений, вы это можете делать с помощью смарт-контрактов, вообще не опираясь ни на какую локальную стоимость того или иного криптоактива, той или иной криптовалюты относительно американского доллара, потому что вы можете ценность закреплять с помощью рыночных показателей, а не с помощью конкретных показателей блокчейна биткоина. Вот это вещь, которую люди отказываются понимать, это вещь, которую люди не разобрались, и я думаю, еще пройдет, конечно, год 4 или 5, может быть, даже подольше, прежде чем это понимание станет общим местом, но когда оно станет общим местом, мы, конечно, будем смотреть на прошлое, на то, как экономика работает сейчас, на то, как беспорядочно печатаются деньги, на то, как мы пытаемся измерять ценность американским долларам, циркуляция которого только увеличивается и которую контролирует один единственный игрок на рынке и может максимально безответственно относиться к эмиссии, вот мы будем на это смотреть такими же округлившимися глазами, и какими мы смотрим на людей, которые пытаются там до сих пор измерять расстояние в аршинах, там в пядях и так далее. То есть нам это будет казаться странным, непонятным и ошибкой. Вот эти ошибки сегодня совершают, скажем так, экономисты, традиционные экономисты, и, конечно, имеет смысл запоминать их имена, потому что когда они попытаются встроиться в новую систему, когда они поймут, что блокчейн и криптосфера с нами навсегда, они попытаются с умным видом обсуждать уже и это, и нужно просто понимать, чего стоит их экспертиза, и что она будет стоить, когда они попытаются переобуться. Так, есть ли у нас вопросы? Мне очень интересно, чтобы мы обсудили, я много довольно разговора, часть разговора посвятил криптовалюте, я надеюсь, вам было интересно. С удовольствием поотвечаю про нее еще, но на будущее, да, вот это вам главные аргументы. Когда человек говорит о волатильности криптовалюты, это все равно, что говорить о волатильности метра, или о волатильности бухгалтерской книги, или о волатильности литра. Вот это настолько же абсурдные заявления, они волатильны, они константы. У нас есть математическая константа, которая предлагается для измерения ценности рыночной. Для того, чтобы этот переход, так как переход до конца на новую меру исчисления ценности, а переход в криптосферу нужно воспринимать именно как переход на новую меру исчисления ценности, пока он переходит, мы, естественно, вынуждены обращаться к старым несовершенным инструментам, типа доллара, типа рубля, фиатных валют, для того, чтобы объяснить людям, что это вообще значит. Но когда этот переход, переломный момент закончится, все станет очевидно всем абсолютно, но вот сегодня, к сожалению, это очевидно не всем. Так, есть ли у нас... Что такое волатильность? То есть волатильность, это когда стоимость чего-то на рынке то падает, то растет. Это самое элементарное, да? То падает, то растет. Вот, может быть, волатильность стоимости золота, вот она может быть, да? Стоимость золота, оно то падает, то растет. Даже несмотря на то, что золото пытались использовать как средство фиксирования ценности, да, но эту функцию он выполнять не может по той же самой причине, по которой доллар ее не может выполнять, по которой эту функцию не могут выполнять традиционные средства, потому что это никак математически не закрепленная величина. В чем снова был прорыв перехода на десятичную систему измерения, да? Потому что там все было математически определено, и однажды вот только метр, однажды закрепив там золотой метр, ты уже, исходя из него, высчитываешь все другие математические... все другие меры измерения. Вот с биткоином точно так же, только гораздо круче с криптовалютами, только гораздо круче, потому что здесь поддается алгоритму, и тебе даже эталонный метр держать нигде не нужно. Но ведь ценность понятия относительная, и вполне можно говорить, что биток по отношению к доллару очень волатилен. Правильно, ценность понятия относительная, и мой вам вопрос, соответственно, почему вы читаете эту ценность в биткоине, почему вы читаете эту ценность в долларе, и почему вам кажется, а почему не делать наоборот? То есть это не биткоин волатилен по отношению к доллару, то доллар волатилен по отношению к биткоину, Но только в отличие от доллара, который к биткоину постоянно падает, биткоин по отношению к доллару постоянно растет. То есть в одном случае волатильность принципиально, то какой процент ценности перетекает из одного, так скажем, средства измерения в другой, из традиционной экономики в криптосферу. И здесь тренд абсолютно очевидный. За 10 лет криптосфера выросла в 50 тысяч раз. В случае с измерением битка, это доллар волатильный, это не биток волатильный. Если окажется, что тетер и USDT скам, до какого уровня потом может упасть биткоин на этих новостях? Что лучше шортить в таком случае? Я думаю, что шанс, что USDT окажется скамом достаточно велик. И более того, это чисто такая спекуляция, не нужно воспринимать мои слова буквально, это не прогноз, это мысленный эксперимент. Я думал, какие способы, скажем так, у государств есть для того, чтобы особенно у Соединенных Штатов есть, чтобы предотвратить захват криптовалютами экономики. И, конечно, вот с помощью USDT зайти с этой стороны было бы довольно комфортно именно Соединенным Штатам, потому что, с одной стороны, они могут обеспечить видимость того, что это подкрепленная долларом валюта, и скупить огромное количество биткоинов, чтобы потом манипулировать курсом. Вот я это могу себе представить, но у меня нет никаких оснований это утверждать, но мне история с USDT тоже не очень нравится. Но я не думаю, что она способна похоронить крипту. Максимум, что она способна сделать, и на что я думаю она рассчитана, это аккумулировать в руках владельцев USDT, кем бы они ни оказались в итоге, достаточную сумму биткоинов, чтобы манипулировать ее курсом хотя бы первые несколько лет. Вот это, я думаю, эта система может обеспечить. Не нравится USDT, я бы не рискнул свои деньги туда отправлять. Привет, Михаил, слушаю тебя уже пару лет про биток и удивляюсь, насколько ты прав. Вложу 200 тысяч, посоветую, какую крипту купить и в каких количествах, пожалуйста. Или лучше подождать, если да, то какой цены ждать? Я еще раз, лишний раз акцентирую внимание, что когда я вкладывался в биткоин, я в него вкладывался очень давно, в 2011 году еще вкладывался, я в него вкладывался не потому, что он обеспечивал спекулятивный рост, а потому что я вижу, что за ним, что это фундамент финансовый, который будет обслуживать мировую экономику спустя несколько лет. И если вы относитесь к этому как к спекулятивному активу, то вы, скорее всего, разоритесь просто в силу того, что вы начнете пытаться получить то, что в крипто-жаргоне называется там иксы, то есть попытаться увеличить свои деньги в 10-20 раз, и для этого вы начнете вкладывать деньги в какую-то криптовалюту, которая кажется вам перспективной, криптовалюту в кавычках, которая обвалится, и вы останетесь ни с чем. То есть если вы к крипте относитесь как к форексу, то я не рекомендую вам в нее вкладываться, потому что, на мой взгляд, спекуляция, это больше похоже на азартную игру, чем на инвестирование, и редко заканчивается чем-то хорошим. Да, кому-то, разумеется, везет, но это именно спекуляция. Я с самого начала являюсь биткоин-максималистом, я считаю, что ничего круче биткоина, самого биткоина именно нет. Есть другие перспективные проекты, которые занимают какую-то нишу на рынке, и постепенно они, возможно, будут расти быстрее биткоина, но сейчас их не всегда можно быстро идентифицировать, и не всегда мое представление о том, что является здравым смыслом, отражает то, как будет реагировать рынок. Потому что, по мере того, как финансовые инструменты, в том числе в криптосфере, усложняются, усиливается и влияние государства, роль которого на эффективности тех или иных инструментов, разумеется, тоже сказывается. Что я имею в виду? Вот есть криптовалюта, которая, на мой взгляд, очевидно обладает потенциалом и, очевидно, занимает важную нишу в криптосфере, это Монеро. Это единственная по-настоящему анонимная криптовалюта, опять же, в кавычках, ну вот ее, на самом деле, наименее в кавычках стоит так называть, это единственная анонимная криптовалюта, которая позволяет маскировать переводы между участниками этого блокчейна. И мне кажется, что это, как бы, достаточно важная история, достаточно важная ниша для того, чтобы эта криптовалюта росла, но она не растет сейчас. По какой причине? По причине того, что ее убирают с бирж, наиболее распространенных ее убирают с Coinbase, ее убирают с места, которые люди используют для трейдинга, и это, соответственно, ограничивает ее привлекательность. А почему ее убирают? Ее убирают как раз потому, что невозможно отслеживать переводы денег в блокчейне Монеро. И таких факторов, как биржи поддаются давлению государства и поэтому выводят какой-то перспективный проект в теневую зону, роль таких факторов будет усиливаться в дальнейшем. И здравый смысл в оценке того или иного криптоактива не всегда будет давать вам честное представление о перспективе той или иной валюты. Просто держите это в голове. Здравый смысл и экономика не всегда идут рука об руку. Есть факторы, которые, к сожалению, очень сильно искажают поведение рынка. Так что, если вы во что-то решаетесь вкладываться, я, конечно, всегда отговариваю вкладываться на пике просто в силу того, что, скажем так, ценность биткоина в долларах не хочется говорить, что на пике это делать всегда опасно, он всегда может откатиться. Но если вы вкладываетесь в долгий срок, там на 5-10 лет, то ничего лучше биткоина, на мой взгляд, придумать невозможно. Биткоин круто. В каком году, по твоему мнению, прогнозу будет скачок на новую меру стоимости в качестве крипты? Я думаю, это дело... Ну, как бы подобные предсказания прокляты не сбываться, но мне кажется, это вопрос 10-15 лет максимум. Что думаете про крипто-арт и NFT? Я написал вам свое предложение в Телеграме, пожалуйста, прочитайте его, как будет время. Прочитаю, хорошо, обещаю. Что такое... А, Non-Fungible Token, это как раз Монеро, это то, что я рассказывал. Ну, почитайте, я думаю, что это будет главная точка атаки государств в ближайшем будущем, потому что с биткоином государство научится работать, они не научатся с ним бороться, но они научатся с ним работать. С NFT-токенами типа Монеро работать государство не научится никогда, они будут с ним бороться до последнего. Думаю, из 200 тысяч 75% на биткоин, а остальное XMR. Скажи, что думаешь над таким бюджетом распределения? Как скажешь, сделаю. Господи, ну не надо меня, пожалуйста, спрашивать инвестиционные советы. Я не занимаюсь советами по инвестированию в долгосрочной перспективе. Биткоин круче всего. XMR я объяснил подводные камни. Против XMR это Монеро как раз будут бороться государства. Шанс, что он будет делать какие-то лютые X, поэтому достаточно небольшой. У него есть свои ниши, он никогда не упадет до нуля благодаря этому. Но потенциал его роста находится под большим вопросом, потому что это буквально валюта, которая находится под самым ярым прицелом со стороны всех абсолютно государств, в отличие от биткоина. Биткоин легализовать гораздо проще, чем крипта, и любая попытка, любой шаг в сторону легализации биткоина будет приводить к росту его капитализации, так скажем. А с XMR подобного сценария не будет, поэтому мне кажется, XMR такой рисковой штукой. Хочу вложиться в майнинг. Что думаете, стоит ли? Нет, в майнинг, по крайней мере, в майнинг биткоина вкладываться однозначно поздно. Если вы не государство и не большая корпорация, сейчас государство работает на этом рынке, и там сумасшедшие мощности привлечены. Этим занимается Китай, как ни странно, этим занимается Россия. В России довольно много майнинговых систем, я даже хотел об этом репортаж как-то раз снять, но они все довольно в сером секторе существуют. Часть из них ходит под чиновниками, большая часть из них ходит под олигархами. Мне кажется, вкладываться в майнинг биткоина уже просто решительно поздно. Но если вы чиновник, то, может быть, и нет. Продолжение следует...